108 минут на орбите сделали его известным на весь мир. Юрий Гагарин – человек, который дотянулся до звезд. Он стал кумиром миллионов. Его племянница Тамара Дмитриевна Филатова уверена, несмотря на такую славу, звездная болезнь обошла Гагарина стороной. Был он и по отношению к членам семьи, и по отношению вообще к окружающим людям очень внимательным, очень отзывчивым, очень добрым и очень-очень обязательным. Он очень здорово помогал и городу, и району, и конкретным людям, которые жили в этом городе, которые обращались к нему с какими-то просьбами. А просто таких было очень много. Своими воспоминаниями о Гагарине Тамара Дмитриевна поделилась с участниками молодежной научной конференции и лично вручила призы финалистам конкурса стихов, фотографий и рисунков на тему космоса. Перед жюри стоял сложный выбор. Участники к работам подошли с фантазией. На одном из стендов есть рисунок, который был сделан из подручных материалов, в том числе там макароны, различные семена и так далее. То есть эти вещи абсолютно никак не связаны с космосом, но вот он очень запоминающийся. Победителем научно-образовательного конкурса «Космический эксперимент» стал Рамиль Бахтеев. Суть его эксперимента проста – посмотреть, что будет с мыльными пузырями, если их надуть в космосе. Увлечение юного ученого поддерживает вся семья. Ему нравится заниматься космической темой. И вот сейчас уже несколько раз мы приезжаем сюда, в университет, по корпусам ходят. Он интересуется этим. Говорит, после школы хочу поступить в аэрокосмический университет. Застенчивый первоклассник Рамиль Бахтеев мечтает повторить гагаринский полет в космос. А пока стать ближе к звездам ему поможет новый телескоп, подаренный племяннице Гагарина. Валерия Макарова, Станислав Левин. События. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok